История создания бизнеса Тяньши История девятая Первый праздник и полет мечты Новая модель реализации продукции не только помогла Тяньши выпутаться из тяжелой долговой кабалы Она стала первым прорывом в истории бизнеса корпорации Всего за один год выручка от продаж порошка с высоким содержанием кальция составила 1 миллиард юаней Чтобы отметить день рождения компании и мотивировать ключевых партнеров в новом финансовом 1997 году увеличить выручку в два раза и достичь цифры в 2 миллиарда юаней господин Ли Цзинь Юань решил провести 3 августа 1996 года первую праздничную конференцию В ночь на 2 августа в Уцине разразился страшный ливень Праздничный зал в гостинице Юнь Янь был полностью залит водой Организаторы спросили у господина Ли Если идет такой ливень мы будем проводить конференцию? Он ответил очень уверенно Мы проведем ее, даже если с неба посыплются ножи Должно быть, само небо было тронуто несгибаемым творческим духом Ли Цзинь Юаня Утром 3 августа ярко светило солнце Господин Ли Цзинь Юань распорядился как можно быстрее удалить следы наводнения Конференция началась вовремя Высокий праздничный зал в гостинице Юнь Янь был забит до отказа Со всей страны собрались 1300 ключевых партнеров компании Особенно важным было присутствие ответственных работников из четырех руководящих структур города Цзинь Горкома партии, правительства Собрания народных представителей и представителей консультационного совета Они прибыли на конференцию, несмотря на свою занятость и выступили с приветственными речами Было оценено не только стратегическое мышление господина Ли Цзинь Юаня но и его высокая социальная ответственность Его компания вовремя платит налоги жертвует на образование и общественные нужды Выступавшие выразили свое восхищение Ли Цзинь Юанем который пришел к богатству законным путем а главное проявляет любовь к родине и к народу В заключительной речи господин Ли Цзинь Юань сказал В этот мир мы приходим без денег и уходим из него тоже без денег Каким бы блестящим ни было предприятие сколько я один могу съесть и выпить У меня очень скромные запросы Предприятие заработало миллиард юаней а мой образ жизни нисколько не изменился Цзинь Ши принадлежит государству обществу и всем вам Руководствуясь глобальным мышлением господин Ли обозначил перспективы компании Мы выйдем за ворота страны Порошок с высоким содержанием кальция прекрасный продукт Необходимо, чтобы о нем узнал весь мир Наша продукция для здоровья способна принести людям китайскую культуру оздоровления История которой насчитывает более пяти тысяч лет Тянь Ши будет служить здоровью всего человечества Юношеская мечта господина Ли о строительстве школы в родной деревне стала реальностью В этом году я выделил 9 миллионов юаней на строительство народной школы, детского сада и средней школы на моей малой родине А еще построил там дорогу и пробил колодец Сейчас я думаю о том, что Тянь Цзинь очень скоро станет крупным центром международной торговли на севере Китая И для подготовки высококвалифицированных кадров я намерен инвестировать в образование построить университет Простые слова господина Ли Цзинь Юаня его искренность и перспективное мышление затронули сердца присутствующих А его пример бескорыстного служения родине вызвал бурные аплодисменты Но несмотря на сотрясающий зал аплодисменты господин Ли видел в глазах некоторых людей недоверие Он понимал, как они размышляют Тянь Ши, которая только-только выпуталась из долговой ямы планирует международное сотрудничество и будет строить университет? Люди не верят Это абсолютно нормально Говорил себе Ли Цзинь Юань стоя на сцене и сжимая кулаки Но настоящий мужчина сдерживает свои обещания несмотря ни на что Какие бы трудности меня не ждали я выполню обещанное любой ценой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok